Кубок Украины Кубок Украины Представлено более 380 человек. Это самые массовые соревнования вообще в историю подобных соревнований маленьких вот этих вот юных фигуристов. То есть большего количества детей еще заявлено не было никогда. Это второй этап Кубка. Первый прошел в Днепре. Впереди еще несколько туров. По итогам для сильнейших пройдет финальный этап. Организаторы надеются, что он тоже состоится в Одессе. Представители Всеукраинской Федерации фигурного катания говорят, что появление большого льда в Одессе – большой рывок для нашего спорта. Это вообще сумасшедший подвиг, я считаю, именно Одессы, потому что 20 с лишним лет не было этого катка. На этом катке родились олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и так далее. И то, что его не было столько лет, это, конечно, большая, как бы, скажем, утрата Одессы. Потому что дети в Одессе, и не только в Одессе, вообще на Украине, талантливые дети, просто талантливые. И я думаю, что с восстановлением этого катка, фигурное катание в Одессе, как бы, начнет расти больше и больше, и появятся новые, ну, скажем так, сильные результаты. Больше всех переживала самая первая участница турнира Катя Идакова из Киева. Ей предстояло открывать масштабную программу. По словам тренера, с напряжением девочка справилась на отлично. И, как правило, все детки боятся первого стартового номера. Ну, мы настроились так, что это большое счастье для Кати, что она открывает Одесский бал. Ну, она справилась с поставленной задачей. У нее было просто два сложных для нее прыжка, которые она только, будем говорить, выучила. И она их сделала. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще более свободнее, веселее, технически сильнее. Но у нас, как бы, все впереди. Есть в фигурном катании традиция. После номера бросать налет шоколадки, конфеты и даже игрушки. Для самих фигуристов это приятная обратная связь со зрителями. Кубок Украины по фигурному катанию в Одесском дворце спорта продлится до воскресенья. Дмитрий Богомолов, Владимир Рывжич, телеканал Репортер.